Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация Республики остаётся напряжённой в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия Син Сергеевича Николаева. Мы находимся в режиме повышенной готовности. По данному управления Роспотребнадзора Якутии, за последние сутки выявлено и определено в реестр случаев 179 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них город Якутск. Количество составляет 110 случаев. Среди улусов я бы хотела обратить внимание на введённую базу данных случаев Жиганского улуса 12 и по Алаиховскому, Амгинскому и Татинскому улусам по 6 случаев. Немного меньше в Алданском и Намских районах по 5 случаев. Практически в каждом районе есть выявленные случаи новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что все эти случаи на настоящий момент, исходя из сложившейся схемы и маршрутизации осуществления вообще всех действий от анализа до компьютерной томографии и до лечения, все эти случаи находятся под контролем, лечатся, выявлены контактные лица, изолированы и, соответственно, ведётся полная работа для того, чтобы не допускать последующее распространение коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано в данной базе Роспотребнадзора 2 летальных случая. Дальше продолжаем наши исследования на коронавирус. На настоящий день за сутки сделано 6133 исследования на коронавирус. Вопрос о сроке проведения исследований на коронавирус у нас являлся вопросом номер один. За последнюю неделю на настоящий момент по ряду непосредственно поликлиник города Якутска достигнут сроки до двух дней. Значит, у нас есть ещё проблема по одной из поликлиник города. Я думаю, что до конца недели путём введения увеличения лабораторных мощностей СПИД-центра, соответственно, данная проблема будет разрешена. Для нас сегодня является достаточно контрольным и подконтрольным, и, в общем, управляемой ситуацией на настоящий момент в УЛУСах нашей Республики. Значит, отслеживается практически каждый случай, каждая ситуация. Разворачиваются дополнительные койки. Разворачивание дополнительных койек в Республике зависит прежде всего от того, что мы очень чётко понимаем, что есть несколько видов, значит, непосредственно сегодня вирусных инфекций, которые приходят в том числе и, соответственно, значит, с нашими погодными условиями и санитарно-эпидемиологической ситуации. Поэтому сегодня первичное звено у нас работает в том числе и на продолжение вакцинации от гриппа, и на проведение мероприятий профилактики ОРВИ. И очень чёткое разделение имеется в Республике между заболевшими по ОРВИ гриппу и заболевшими коронавирусом. Необходимо обратить внимание, что в целом система дальше продолжает здравоохранение, проводить диспансеризацию на территории Республики. Я думаю, что те задачи, которые система здравоохранения перед собой ставит в части диспансеризации населения к концу года, несмотря на все коронавирусные сложности, будут нами выполнены. Кроме того, хочу обратить внимание граждан Республики о том, что мы продолжаем оказывать плановую помощь и, соответственно, восстанавливаем. И даже в некоторых больницах Республики вводим ряд новых медицинских услуг, которые ранее не были предусмотрены вообще и являются для нас новыми. Поэтому, уважаемые жители Республики, впереди у нас с вами выходные. Для учреждений здравоохранения это всегда достаточно сложный период. Поэтому мне бы хотелось пожелать медикам выдержки и здоровья. И все-таки терпение, которое сегодня важно для нас всех. Но гражданам Республики здоровья берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова